Хай, сестерз! Я думаю, вы понимаете, в чём подвох. Вот её журнальчик. Этот знак мне напоминает значок гермафродитов, трансов. Сама кукла продавалась в розовой пирамиде или треугольнике, что является символом ЛГПТ-сообщества. Также нам известно, что Леди Гага является гей-певицей и президентом для всех геев. You should be so, so proud of yourself! В эту аббревиатуру входят L. Лесбиянки, G. Геи-гомосексуалы, B. Бисексуалы, любят и мальчиков и девочек, а также T. Трансгендеры, поменявшие свой пол. А Q. Это плюс. И так далее. Сама кукла выполнена в цветах флага пансексуалов. Это голубой, жёлтый и красно-розовый. Это феминистка Клоди... Что же она скрывает? Сама кукла выполнена в цветах флага гордости лесбиянок. Не гей, да ещё и чёрная. Не подходи. По мультику у неё суровый характер. И пряди в её волосах это не просто северное сияние, как я раньше думал, а настоящий флаг трансгендеров. Получается, раньше это был холодный Эб, а стал Эбби? Не, я тебя люблю. Я пол поменял, сосульку оставил. Эмм, чай-дай. Эмм, чай-дай. Потому что всё начинается с токсичной мысли в голове. Ещё есть флаг в фиолетовых, белых и зелёных цветах, принадлежащий гендер-квирам, не бинарный гендер. Это сочетание цветов ассоциируется у меня с призрачной парочкой, Спектра и Портер. Эти малыши как раз таки стоят на фоне масонской шашки. Ого, вот это символика. Ведь иллюминаты заказчики этих кукол. Субтитры подогнал «Симон»!